Ни много, ни мало там соотечественника Рафаэль. Не очень удачно, прямо скажем. Берет уже на старте первой партии, на даль подачи соперника. 1-0 в его пользу. Разбросал мяч по углам корта. Рафаэль Надаль далеко за пределами пытался как-то перебросить таки мяч на сторону испанца-американец, но в конце концов не выдержал против натиска первой ракетки мира. 30-0. Рафаэль надлежит. 30-0. 30-0. 30-0. 30-0. 30-0. 30-0. на задней линии и даже очень часто входит в корт, тогда как американец где-то метра полтора-два отстоит от пределов корта, пытаясь справиться с мощнейшими ударами надали. И тем не менее, Свитингу очень часто этого сделать не удается. Шестеро американцев стартовало в основной сетке открытого чемпионата Австралии нынешнего сезона и трое из них еще продолжают борьбу. Помимо Райана Свитинга, по-прежнему в строю еще Джон Иснер, 20-й, сеянный на этом турнире. И потерял я, честно говоря, еще одну. Траву получил и вовсе прекратил сопротивление. Этот 23-летний американец как минимум в первой партии уже совершенно очевидно будет бороться до последнего. И в каждом розыгрыше будет стараться доставить надалю максимальное количество неприятностей. Вот видите. 40-0 легко и непринужденно. Еще одним эйсом завершает надальгейм в свою пользу. Таким образом 4-2. И во второй партии, причем там назревает неожиданность. Янкович уступает 2-5. Блестяще действует Райан Свитинга. Противоположную по 15. Арсенал, конечно, ударов надалю феноменальный. Выходит к сетке Свитинг и, казалось бы, играет наверняка, но ничего не может поделать с последующим потом обводящим ударом Райан. Райан Свитинга старается почти в каждом розыгрыше, пытается давить на испанца Свитинг, но мало что у него получается. Ну, выиграл, да, два гейма, но не более того. Потому что на своей подаче еще у него худо-бедно что-то выходит, а вот на приеме пока полный швах. Лишь одно очко выиграл Свитинг на подачу Нодаль, а тут еще и свою подачу упустил. 5-2 в пользу Рафаэль. И завершает Эйсом первую партию в свою пользу Рафаэль Нодаль. Он впереди 6-2. 14-3. 43-3. Выигрывает не без труда, но все-таки берет свою подачу Рафа. 2-0. Сева Рафаэлем Нодалем и Райаном Свитингом из Соединенных Штатов Амель. Выиграл Нодаль первую партию 6-2 и уже успел взять подачу соперника и во втором сете. 2-0 в пользу Рафаэль. Симона Халип из Румынии будет играть с победительницей встречи Агнешки Радваньской и Петры Мартич. Эта игра тоже уже в процессе. 4-2 в пользу Радваньской в первой партии. Смена пока его еще рановато сравнивать с Рафой. Да, собственно, кто может справиться с Нодалем в последние несколько лет. Разве что Роджер Федерер. Да периодически Николай Давыденко покусывает Рафаэль. 0-30. В частности, Нодаль, несмотря на то, что не сумел защитить свое звание открытого чемпиона Австралии, ну раз чемпион открытый, все-таки не покорится, не считается. В течение одного года нужно выиграть эти турниры. Попадает Свитинг. 30-40. Берет Нодаль и вторую подачу соперника в этой партии. 3-0 в его пользу. Квитовы из Чехии. 3-6. Сейчас впереди Аня во второй партии, но на подаче ее соперница. Вполне могут лишиться французы своего сейного теннисиста Микаэль Лодра. После проигрыша двух первых сетов. Рауничу канадцу 6-7-3-6. Впереди пока в третьей партии 6-5, но на подаче спортсмена страны Кленова. Продолжается первая партия российского теннисиста против из 27 возможных. 19%. 30-0. И вновь великолепно. Во всяком случае в сравнении со Свитингом. Свитинг еще... Смотрите, только я сказал, что на приеме дела у Свитинга стоит не блестяще, как он выиграл два очка подряд. Ровно. А Свитинг-то большой молодец. Впрочем, опять мы отверглись. Теннис не то, чтобы дает нам такую возможность, чтобы... Выигрывает таки, домучивает соперника на свои подачи Рафаэль Надаль. На его сет. Он пробивался в основную сетку сквозь квалификацию. Последовательно победил Николу Чиричи из Сербии 6-4-6-2. Флориана Райне, француза 6-2-6. Подачу. Анна Чаквитадзе уступает Петре Квитовой после... Не поверил, что попадет Надаль. Спустил и не угадал. Геймом число тех, кто симпатизирует Райну Суитингу, растет. Теперь с подобными переводами Надалья... Нравился, но только сделать ничего не может. 6-2-6-1. С таким счетом Рафаэль Надаль выиграл первые две партии у Райана Суитинга и лишь партии. Хотя нет, Суитинг еще пытается зацепиться. Но, конечно, попытка эта жалкая, потому что поверить в неочевидное, если честно. 36-8. Таков счет активно выигранных очков в пользу, разумеется, Рафаэль Надалья. 17-14, у Рафаэль под... Здорово! Очень... Прием феноменальный. Берет подачу соперника и на старте третьей партии Надаль. В общем, кто бы сомневался, первая ракетка и планеты, а высшее место Чиквитадзе, это пятый результат в мире. Мы великолепный розыгрыш продемонстрировали с Витингс Надалем. Надаль, смотрите, прием великолепный под самую линию, но сумел таки вырезать этот мяч на половину корта соперника. 4-0, берет подачу соперника Рафаэль Надаль, все ближе он к своей второй победе. Выигрывает на подаче соперника Суитинг все-таки гейм и в третьей партии. 30-0, кто тут фаворит? Суитинг или... ...по активно выигранным розыгрышам, 40 на 13 в пользу Надаля. Угроза Суитинга нет, не меркнет, но просто результат выглядит вполне закономерно. Без шансов для американцев. Впрочем, в Надале чаще всего там до четверти финалов вообще проблем не возникает. Последние уже несколько лет, во всяком случае. Ну, как сейчас, примерно. ... ... ... Надаль сравнивает счет. 5-1, все-таки. 6-2, 6-1, 6-1. Чуть больше, чем за часы и 40 минут расправляется с соперником. Рафа понравился Райан Свитинг. Все-таки он составил достойное на своем уровне сопротивление первой ракетке мира. Ну а Рафа сделал то, что и должен был сделать. С наименьшими усилиями добрался уже до третьего. Продолжение следует...